может ли бог я назвал свое послание может ли бог и конечно же подобные вопросы возникают у людей которые не знают лично бога и возможно даже христиане которые сталкиваются может впервые с какими-либо трудностями которые довели уже до 99 градусов по цельсию наше внутреннее состояние и я скажу тогда возникает вопрос а может ли бог мне помочь когда остался один градус чтобы что-то взорвалась нашей жизни поломалась как нам кажется вы знаете читая библейские истории вижу что всегда именно там где было уже оказалось потеряно все там как раз начиналась работа бога аминь именно тогда когда человеческие возможности исчерпаны начинаются возможности божьи и это меня всегда впечатляет вдохновляет когда игры все бог я не могу господь я сдаюсь обогает как долго я ждал этого наконец-то и знаете может ли бог такой вопрос звучит в контексте в наших обстоятельств наших ситуаций нашей жизни нашего служения в контексте всего семьи работы денег мы можем в этом спрашивать а может ли бог мне помочь а может ли бог что-то изменить а может ли бог не конечно же у нас как у христиан всегда исправили ты бог всемогущий друзья мои но говорят даже такие фразы как бог всемогущий мы можем заметить как люди имея это познание что бог всемогущий падают в депрессии впадают страхи впадают во всевозможные сомнения начинают переживать какой-то перевод падения что ли потому что даже зная что бог всемогущий но знаете чем проблема что нам нужно дать богу шанс проявить себя если мы знаем что он всемогущий значит нужно дать ему шанс проявить свое всемогущество потому что если мы знаем об этом но не даем богу возможности это значит как один стоит молится господи мне так нужны деньги пожалуйста дай мне но там сколько там просит миллион там гривен и я прошу тебя пожалуйста мне нужно закрыть все свои долги там заплатил за своего там, в общем, в коммуналке и так далее. Стоит, молится день, два, три. В итоге ангел приходит к нему. Слушай, ну купи хотя бы лотерейный билет, говорит. То есть дай Богу возможность где-нибудь чудо проявить, потому что если ты просишь чего-то у Бога, но ничего в этом не делаешь, бездействуешь, не даешь Богу платформы для чуда, то ты можешь чудо и не увидеть. Богу нужна возможность. Когда Он говорит, что верующие в Меня возложат руки на больных, тогда будут исцелены. Мы можем ждать чудо исцеления, и верить, что что-то произойдет, но как бы без нашего участия. Но Господь как раз хочет нашего участия во всех этих процессах. Он говорит, помажь елеем, надо мазать елеем. Я уже мазал, положи руки на человека. Я уже клал, изгоняй бесов. То есть делай хоть что-нибудь из того, что написано в Библии, чтобы дать Богу возможность проявить всемогущество. Потому что у нас как будто такое представление. Если Бог всемогущий, то значит Он как-то должен сам все это разрешить, приготовить. Я должен все это увидеть, а потом сказать, о, это Бог сделал. Например, как сегодня наш друг Сергей говорил, мы едем в Израиль. Я вам скажу, я сижу и думаю уже, как знаешь, на фундаменте знаний. Там миссионеров связывают, бросают тюрьмы. Там боятся слово миссионер. Наши друзья, евреи стопроцентные, как какое-то время назад поехали, узнали о них, что они приехали. Там спецслужбы работают похлеще, чем в России, вам скажу. Похлеще, чем в Америке спецслужбы работают в Израиле. И там проверяют любого. И знаете, приехали туда, они смотрят, а они их фотографии уже висят по районам, на всех домах, осторожно миссионеры. Их имена, фамилии, и они были в ужасе, что их уже все знают. Их уже ждут, поняли? Ждут ортодоксия, ждут вот эти вот раввины всевозможные с пейсами. И знаете, это нелегко, но Он знает, что Бог всемогущий, если Он посылает, то и шторм утихнет, и двери откроются, и хлеб вороны принесут, если надо будет. Аллилуйя. Вороны до сих пор летают, слава Господу. Поэтому, может ли Бог, на самом деле этот вопрос должен звучать до времени, до момента, пока ты сам не переживешь это чудесное переживание Божьего участия в своей жизни, но с момента, как только ты хотя бы один раз увидел, что Бог вмешался и помог, вмешался, подсказал, дал то, что нужно, своевременно, не опоздал. Все, с этого момента ты уже должен быть не вопрошающим, может ли Бог, а провозглашающим. Мой Бог может. Мой Бог может. Он всемогущий Бог. Аллилуйя. И когда мы, когда-то была передача «Ми из Можи», такая была программа, когда жены за своих мужей отвечали, что «Ми человек сможет запрыгнуть на два метра высоты, там приготовить еду, съесть стекло, там и так далее, а «Ми из Можи» и так далее. Вы знаете, они были уверены в том, чего они на самом деле не знали. Люди ограничены в любом случае. Но Бог, который назвал нас по имени, дал нам шанс увидеть Его славу, пережить рождение свыше, дал дар Святого Духа и реально подтверждает свое присутствие в нашей жизни каждую секунду. Я скажу, у нас не должно быть сомнений, а сможет ли Бог помочь мне. Ну, подумаешь, Он помог мне, когда ни у кого не было шанса там выжить, а я выжил. Ну, это такая случайность. Знаете, это не случайность, друзья мои. Бог вмешивается и показывает свою заботу и славу каждый раз, когда мы в этом нуждаемся, и мы к Нему с просьбой говорим, «Господь, помоги мне!» Аминь. В простых, даже бытовых вещах, нам нужно быть уверенными, что мы можем Бога просить мудрости. «Господь, я не знаю, как это сделать, лучшим образом. Помоги мне!» «Лепишь вареники!» «Господь, я не знаю, как угодить своему мужу!» «Лепи и спроси!» «Господь, помоги мне!» «Слепи такие вареники, чтобы вам понравились!» Аллилуйя! Это мудро! Я скажу, когда муж скажет, «Вау! Какие крутые вареники!» А ты скажешь, «Это Господь приготовил моими руками!» «Я не знала, как это делать!» Аминь! И пусть будет искреннее сердце в вашем. Хорошо, это было предисловие. Я хочу прочесть вам из книги, из Псалма 77-го. Псалом 77 с 20-го по 32-й стихи. Псалом 77 с 20-го по 32-й. «Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли он дать и хлеб, может ли приготовлять мясо народу своему?» «Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля. За то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою Своею. И как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых. Поверх их среди стана их, около жилищ их. И они ели, и присытились, и желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их. Гнев Божий пришел на них, убил тучных, и юношей Израилевых не зложил. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам его. Считаю, что из истории понимаешь, что люди настолько жестоковыны, сколько не показывают чудес, все будет мало. Конечно же, они вышли из Египта с огромным сокровищем. Это уже было чудом. Чудо было вообще, что они вышли оттуда. Но Богу пришлось показать все десять казней, десять невероятных событий, природных явлений в Египте, чтобы фараон отпустил израильский народ. Это было и жестоко с одной стороны, но в то же время и в этом являлась сила Божья. Какой Он? Написано, мышцей, превознесенной рукой крепкой, Господь вывел народ Свои из рабства. Забота Бога о Своем народе настолько велика, как Он сказал, я ревнитель, Бог наш ревнитель. Он ревнует о народе Своем. Мы Ему принадлежим. Написано в Писании, что Он наш Бог, а мы Его народ. Мы Его паства. Он сотворил нас, а мы Его, Его народ и овцы паства Его. То есть мы Ему принадлежим. Павел говорит, мы куплены дорогой ценой. Друзья мои, мы себе не принадлежим. Мы сегодня им пользуемся своим телом. И все, что есть у нас временно, это наша благодать Божья, что мы можем чем-то пользоваться на земле по причине того, что нам дал Господь Бог. Мы себе не принадлежим. С момента искупления. Бог искупил нас во Христе Иисусе. От грехов привел нас к себе. Дал шанс начать все сначала. Дал дар Святого Духа. И все это для того, чтобы Бог ему сказать, ну что, тебе нравится? Я тебя взял и вывел. Когда мы говорим, вы знаете, я верил в Бога по-своему, но потом в какой-то момент, раз, я увидел, я понял, я принял Бога в свое сердце. Думаешь, а почему раньше это не происходило? Господь открыл твое сердце. Бог открыл твою душу, чтобы ты мог принять откровение о Царстве Божьем, откровение о Христе. Твоя жизнь изменилась в одночасье. Это чудо на самом деле. И это то, на что нужно опираться всегда. И знаете, само откровение о Христе является для нас с вами величайшим чудом, которое свидетельствует о всемогуществе Бога. Он воскресил своего сына из мертвых, который находился в пещере, в могиле того времени. Три дня, на третий день, точнее, два дня, как два дня, две ночи, на третий день Он вышел оттуда, кто-то отвалил камень, Он воскрес, и об этом начали говорить по всему миру. Воскресение Христа это величайшее чудо, которое сегодня является основанием для нас верить, каков великий Бог. И если мы на этом уровне сомневаемся, что Господь воскрес, то у нас нет шанса верить в ежедневную или же в сегодняшнюю помощь свыше. Но когда мы знаем, что Господь Иисус был воскрес силой Бога Отца, силой Святого Духа, это зацепка. Господь, я тебе верю. Раз ты воскресил своего сына из мертвых, то эта же сила у тебя есть, чтобы поднять меня из моих проблем, поднять меня из моих трудностей. У Бога нет, знаете, перемены, и не те не перемены даже. Написано, Он вчера, сегодня, вовеки тот же. Его любовь не меняется, Его сострадание не меняется, Его долготерпение не меняется, Его забота о нас не меняется. Вспоминайте об Иисусе, который сказал, посмотрите на птиц полевых, или на полевых небесных, на животных, на растения, посмотрите, Бог о них печется. И дальше звучат такие слова, кальми пачи вас, это по-испански, кальми пачи вас. Я шучу. Я, честно говоря, с трудом понимаю, вот это кальми пачи, ну, в смысле, что перевести дословно, но тем более вы, тем более о вас Господь печется, тем более. Знаете, это вот слово кальми пачи означает настолько превосходная степень вот этого утверждения, то тем более о вас. То есть, если он о птичках заботится, которые прилетают на мой огород и клюют мое зерно. Понимаете, у меня, ну, возникает вопрос, почему Бог не наказывает этих птиц, которые воруют у меня зерно? А Бог говорит, я таким образом пекусь о них. Аллилуйя. Поэтому я даю тебе в 10 раз больше зерна, чтобы они могли наесться. Вау! Бог печется обо мне больше, чем о птицах. Но он силен мне дать столько, как сегодня Сергей говорил, что тот, кто скор на слышание и идти за Богом, Господь скажет, заправьте его, дайте лучшую лодку, лучший двигатель, чтобы он мог приехать и успеть на миссию. Знаете, это вопрос нашей реакции на Божье водительство нашей жизни. И если Бог уже вывел евреев из Египта, то казалось бы, казалось бы, по нашему мнению, по нашему духовному восприятию, радуйтесь, доверяйте Богу каждый день, не бойтесь, вы пройдете разные испытания, Господь не опоздает. А они начали роптать. Может ли Бог накормить нас хлебом в пустыне? Может ли Бог дать воду там, где ее нет? Может ли Господь накормить нас мясом? Знаете, Бог это все услышал, этот ропот, это был, ну, как бы вопрос, вроде бы, простой вопрос, но вопрос, это неправильный вопрос, не может ли, а мы могли бы, они могли бы спросить, Господь, а когда мы будем есть? Да? Или же, Господь, мы ждем твоего хлеба, мы верим, что мясо придет вовремя, аллилуйя, свежее. То есть, они могли бы такими образами заменить свой вопрос, а тут бы звучал вопрос, может ли Бог накормить два с половиной миллиона человек едой в пустыне? И Господь разгневался, говорит, хорошо, я дам вам столько, чтобы вы уже поняли, что я могу. И Господь так много дал, что на сорок лет хватило хлеба, манна в пустыне, и каждое утро все падало. А мясо пришло столько, просто я не стал параллельно местописанию, это в исходе написано в 11 главе. Там написано, что столько упало перепелов, птиц, на нее ветром нанесло, что на день пути в одну сторону, на день пути, и на день пути в другую сторону. Восемь часов идти пешком, вот столько лежало перепелов, так не просто там по одному кое-где, написано на полтора локтя глубиной, высотой. Полтора метра насыпал перепелов. Где он их набрал, не знаю, с какой птицы фабрики, я не в курсе делал. Где это столько можно было набрать перепелов, только Бог мог такое придумать. И говорит, вы видите, сколько я могу дать? И они вместо того, чтобы сказать, Боже, спасибо, Господь, так много не надо, они начали есть так много, знаете, с перьями ели, с когтями ели, с сырым все ели, что началась у них рвота, у них начались болезни всевозможные, там птичий гриб пришел, но начались поражения и так далее. То есть люди, знаете, кому-то завтра не будет. Давайте сегодня съедим все, чтобы месяц после этого не есть. Знаете, вот эта человеческая натура, и вот в этом мы похожи с евреями очень сильно. Вы знаете, хохол не съесть, так понадкусывай, как медведка, знаете, медведка не съедаешься, она берет все понадкусывайся. Мы думаем, да ну взяла бы хорошую картошку, съела бы всю целую, все, наелась бы все, детям раздала, все нормально. Так нет же, надо каждую понадкусывать. И в этом мы тоже похожи. Вопрос, доверие Богу, это на каждый день. Будет день, будет пища. Каждый день заботятся о своем. Аминь. Довольно для каждого дня своей заботы, говорит Иисус Христос. Вопрос доверия Богу, это не так, что я, Господь, доверяю тебе на всю жизнь. Да, это правильно. С точки зрения, что я не буду никогда сомневаться только тогда, это правильно. Потому что, если ты говоришь Богу, Господь, я доверяю тебе всю свою жизнь, и я не буду переживать ни о чем до конца своих дней. Знаете, придет день, испытание, и Господь испытает твои слова. Бог испытает твои заявления. Поэтому лучше каждый день начинать с того, что, Господь, спасибо тебе за хлеб на этот день, на сегодня. На сегодня я буду заправлен, на сегодня я буду накормлен, на сегодня я буду обеспечен всем необходимым. На транспорт, на проезд, на еду, на одежду, на детям в школу, все будет. Даже если один бутерброд есть в школу, достаточно и этого. Аминь. Чтобы, не дай Бог, не поправился ребенок. В общем, вопрос заботы Божьей, я настолько серьезен, что Господь разгневался на вопрос, а может ли наш Бог нас прокормить? Если Он уже взял меня из царства тьмы, где я жил на уровне своих сил, талантов, возможностей, взаимоотношений в этом обществе, мы все были в этом мире, где мы пытались своими силами построить свою жизнь. И мы действительно много страдали из-за этого, потому что у нас многое не получалось. У нас многие вещи просто разрушались под руками. Начиная, что-то мы не заканчивали. Потому что не было в этом участия сверхъестественного Бога. Поэтому все было на уровне нашей человеческой силы и возможностей. И мы пытались открывать какие-то двери, они были закрыты. Но Господь взял нас, рукой крепко вывел нас из тьмы, привел в вас свет, свое царство, и говорит, я твой Бог. Аминь. Ты можешь сегодня с полной уверенностью сказать, у меня есть Бог. Скажи это сейчас. У меня есть Бог. Друзья, не божество какое-то, не какой-то истуканчик, идол, какая-то картинка, которая без помощи бесполезная, но настоящий живой Бог. Аллалюя. О котором говорил Авраам, Исаак, Иаков, о котором говорили патриархи, ученики. То есть люди знали своего Бога. Моисей знал Бога лично. И знаете, он говорит, у нас есть Бог, у меня есть Бог, я не одинок в этом мире. Где он? А может ли мой Бог? Это вопрос некорректный по отношению к тому, кто сотворил небо и землю. Кто создал все так прекрасно. Это некорректный вопрос, может ли Бог. Но очевидно, что он может. Он всемогущий. Я хочу прочесть одно местописание, где Господь говорит с Авраамом. И где он утверждает именно это слово. Что он всемогущий. Сейчас, секундочку. Бытие, 17 глава, с 1 по 2 стихи. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя. Да, легко Богу сказать, когда мужчине 99 лет, я благословлю тебя, у тебя будет много народа за тобой, дети у тебя будут, внуки, правнуки, праправнуки, прапрапраправнуки. То есть у тебя будет так много людей, твоих потомков, как песка на берегу морском, как звезд на небе. Знаете, Богу говорить легко по одной причине. Он всемогущий. Когда люди говорят, Господь, да тебе легко сказать, потерпи немножко. Тебе легко сказать, все будет хорошо. Тебе легко сказать, что у меня все изменится к лучшему. А как мне себя вести? Вот так и вести. Доверять Богу всемогущему. С Ним нужно говорить на уровне спасибо, Господь, я верю. То, что ты позаботишься обо мне, что ты благословишь меня, мой дом, что у меня ничего не будет злого, никакого приключения в моей жизни, что падут возле меня десять тысячи, десятки тысячи, ко мне не приблизится никакая язва. То есть это основание для нашей веры. Читая Писание, мы не читаем просто историю Израиля. Мы читаем то, что думает Бог. Мы читаем, во что Он верит. Мы читаем, к чему Он стремится. Мы читаем о Его планах для нашей жизни. Аминь. Поэтому вопрос, что когда Бог пришел к Аврааму уже во второй раз, это уже был второй раз, когда Он пришел и повторяет свое обетование. Первый раз Он сказал ему до этого, 24 года назад, 24 года до этого Он сказал, Авраам, выйди из дома отца твоего, я благословлю тебя, размножу тебя. Значит, в 75 еще можно было быть молодым мальчиком. Да, Господь, Аллилуйя, да, у меня будет много детей, я верю. Садочки всего лишь 65, месяц 75, мы надеем еще кучу детей и считаем приблизительно сколько он еще проживет, сколько он рожает детей, все нормально. Но когда уже 99, и написано уже все у него омертвело, и у Сары уже утробы в омертвении, и они уже вообще забыли что-то таке, как с ним займаться. Сара, ты помнишь? А давай вспомним. Знаете, это было, как шутка звучала, Господи, я понимаю, когда 75 было, там еще все я помнил, а здесь уже как бы, ну, 99, и вдруг Господь говорит, вот знаете, Его слова, я всемогущий. Да, Господь, ты всемогущий, а я нет. Я не могу заставить делать моему телу то, что оно уже не может. А Бог говорит, я всемогущий, и я твой Бог. В этом есть разница. Одна, одна единственная просьба была Бога для Авраама в этом случае, будь непорочен и ходи передо мной. Не прячься от меня, не живи двойной жизнью, храни себя в чистоте, твое сердце, твои мысли, твои поступки, твои желания. Ходи предо мной и будь непорочен. Не позволяй дьяволу тебя зацепить за какой-то твой любимый грех. Не позволь его, ему тебя столкнуть с пути праведности, потому что праведность дает основание Богу, действует в нашей силе, в великой силе. Аминь. Знаете, вспоминайте одну историю, когда два сына Аарона, Надав и Авиуд, они были посвящены на священнослужение. То есть, из четырех, двое сыновей в какой-то момент, в какой-то вечер в своей жизни решили напиться. Ну, видать, депрессия была, я не знаю. Но они напились вина. И так напились, что один другому говорит, пошли покадим господи, вот так, вне времени. Просто решили проявить свое священное действие. Насыпали туда огня, в эту, в кадильницу, и пошли между палатками деньги зарабатывать на очередную выпивку. Наверное, так это было, я так думаю. Ну, как у нас бывает, пожертвуйте Христа ради. Вот. И они это делали, ходя между палатками, и написано, огонь с неба сошел и поразил двух помазанников из четырех. Половину, 50 процентов погибло, из-за того, что эти люди опустили священнослужение до уровня плоти. Они недооценили, насколько важно ходить перед Богом в святости. Они недооценили, что нельзя ходить тогда, когда Бог не повелевал. Бог сказал, чуждый огонь в моем стане. Чуждый огонь. перегаром несло от этих людей, от священников. С того времени Бог заповедовал, чтобы на заре не употребляли ничего из вина. Даже винограда, чтобы не ели. Это было уже после этого постановления. Господь запретил священнослужителям употреблять спиртное, потому что, он говорит, чтобы священник не перестал различать доброго от худого и праведного от неправедного. То есть реальность, трезвость ума должна быть у человека. Поэтому огонь поразил двух сыновей Аарона и говорит ему, не вздумай оплакивать их. Не вздумай снимать шляпу, шапку своего священства перед твоими умершими сыновями. Потому что в этом действии я осветился. Я показал, что священнослужение и жизнь для меня это не что-то такое праздное, земное, простое и что-то, чем можно пренебрегать и просто шутить с этим всем. Нельзя. Аминь. Поэтому Бог и сказал, ходи предо мной и будь непорочен. Я размножу тебя, я благоставлю тебя, я дам тебе все, в чем ты нуждаешься. Я всемогущий. Аминь. В этом есть взаимосвязь. Всемогущество Бога неоспоримо. Неоспоримо. Всемогущество Бога доказано. Всемогущество Бога звучит снова и снова, когда люди свидетельствуют о чудесном исцелении. Даже если какая-то бородавка отпала по молитве, она скажет, это всемогущий Бог сделал. Когда не нужны были скальпели, не нужны были там шовные материалы, не нужны были лекарства, просто человек исцелился от туберкулеза, от астмы, когда колени выздоровели. Я знаю, это свидетельство всемогущего Бога. Представьте, Господь всемогущий, вездесущий, сотворивший небо и землю, у которого вся вселенная в ладони вдруг приходит в Каменское и исцеляет какого-нибудь прихожанина в церкви Эммануэл. Боже мой, масштабность. По одной причине. Он всемогущий, он верный, он любящий Отец. И вторая причина, ты попросил его об этом. Ты ожидал от него помощи, ты ожидал от него чудо. Знаете, нам сегодня более привычно даже говорить об исцелении по причине количества. У нас так много исцелений в церкви, что люди говорят, да, я верю, что Бог может исцелить меня на собрании церкви Эммануэл. Нормальное ожидание. Но когда касается вопрос, там хозяйственный вопрос какой-нибудь, жилье, работа, там взаимоотношения, у многих начинается паника, трагедия. Знаете, Бог никогда не делит помощь свою на категории. В этой категории я всегда готов тебе помогать в исцелении, например. А в этой финансовой, извини, дорогой, ну как бы у тебя в этой опции нет. Поэтому ты будешь только верить в чудо в исцеление, а все остальное, ну пусть как-нибудь переживешь до моего пришествия, главное, чтобы ты был здоровенький. Ну, вы же все говорите, главное здоровье. Значит, вот тебе здоровье, а все остальное, ну как-нибудь переживешь. Без еды, без еды, без одежды, без жилья, что-нибудь переживешь. Нет, друзья мои, Господь сказал, не заботься. О чем не заботиться? Не заботься о том, что есть, что пить, во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. Знаете, кто такие язычники? Языки длинные. Язычники, это идолопоклонники. Язычники, которые не поклоняются живому Богу, которые придумали себе божеств всевозможных. Язычники, совершали жертвоприношение идолом. Это язычники, которые просто противны в глазах Божьих, потому что они служат дьяволу, служат бесам, демонам, нечистым духом, но никак не великому Богу. Он говорит, а вам не то приготовил Господь Бог. Господь дал нам слово. Не заботиться об этом. А значит, я должен в этом доверять. И я знаю точно, что должно быть испытание моего доверия. Когда евреи вот начали ропот, первый ропот был через три дня после пересечения Красного моря. Они перешли Красное море по суху. Вспоминайте, подул сильный ветер с востока и раздвинул Красное море. И дорога была достаточно широкой, чтобы по ней могли пройти двадцать с лишним миллионов человек со своими коровами, тельцами, овнами, с оборудованием, со всеми, с детьми, и шли всю ночь. Всю ночь стояли две стены по правую, по левую сторону. Они видели, как в аквариуме плавающих рыбок. Я скажу, это было зрелище невероятное. Написано, по суху прошли даже. То есть, ветер настолько был сильный, что даже земля успела высохнуть перед тем, как народ Божий вступил на эту землю. И они прошли. И вот они вышли на эту сторону, увидели, как наутро египтяне погибли в этих водах, потому что вода сомкнулись именно почему-то в то время, когда фараон и его армия, 600 человек с колесницами оказались в центре моря, воды сомкнулись, они все это видели. И вот, как только море утихло, Моисей, ты зачем нас сюда привел? А что нам есть? А что нам пить? А вот чеснок и лук у нас в памяти, а там мясо было. И значит, начался ропот. Послушайте, тут должен был страх Божий напасть. Боже мой, воды расступились, сомкнулись вовремя. Все мы живы, Господи, слава Тебе, мы дальше идем, аллилуйя, доверяем Тебе. И даже если придется поголодать, ничего страшного. И Бог пишет, три дня я морил вас голодом и жаждой, всего лишь три дня. Кто из вас постился без воды и без еды три дня? Скажите честно. Я постился, и даже больше. Да, было тяжеловато. Без еды, без воды тяжеловато. Но это, знаете, я называю это сухим постом, когда ты реально там смиряешь перед Богом свою плоть, там все, чего ты ожидаешь от Бога. И все такое. Но это можно пережить. И Бог говорит, знаете, такие слова звучали, чтобы увидеть, что в сердце у народа моего. Я смирял тебя, я морил тебя голодом и жаждой, чтобы увидеть, что у тебя в сердце. Да, пока все хорошо, я доверяю Богу. Пока все хорошо, я провозглашаю Слово Божье. Я кого-то даже учу, что нужно верить Богу. А как только испытания начинаются, и причем они немножко затянулись, начинается внутренняя борьба. А подлинно ли Бог сказал? А действует ли Он сегодня? А заботится ли Он обо мне сейчас? Знаете, Бог в этот момент внимательно наблюдает за нашим сердцем. Не за ритмом сердцебиения, а за тем, какие мысли у нас возникают внутри нас в процессе искушения и испытания. О чем сейчас думает человек Божий? Потому что вчера он стоял на сцене и руки в небо поднимал. Он восклицал в радости Господу Богу своему. Он реально провозглашал слова жизни. И вдруг малейшая задержка в чем-то, как ответ. Малейшее искушение, большая борьба, что-то немножко так затянулось и внутри человека начинаются восклицательные знаки, вопросительные знаки появляться. Бум! Один. Больше. Второй. На третий день еще больше. Алло! Там кто-нибудь есть? Алло! Меня там кто-то слышит? Алло! Ты где, Господи? Вопрос неправильный, некорректный. Где мой Бог? Бог на троне. И Он должен увидеть в твоем сердце те же мысли, как были у Авраама. Мой Бог сможет. Мой Бог сказал и сделает. Он обещал и исполнит. Потому что мой Бог не человек, чтобы лгать. И не сын человеческий, чтобы изменяться. Бог не изменился по отношению ко мне с момента моего рождения свыше. Он все тот же. за 23 года во Христе я не видел ни один раз Его провала в моей жизни. Ни разу я не видел, чтобы Он опоздал. Я ни разу не видел о том, чтобы Он нарушил свои обещания. Я ни разу не видел, чтобы Он не ответил на мою молитву. Все эти процессы требуют определенного времени. Мы должны понимать. Потому что в век микроволновок мы хотим все быстро. Мы хотим прямо сейчас все это произошло. Господь тебе минута времени на ответ. О-оу, осторожно. Бог не микроволновка. Аллилуйя. Запишите эту фразу, мне нравится. Бог не микроволновка. Не жди ответа через одну минуту. Ты должен четко понимать, что в процессе отношений с Богом Господь воспитывает нас. Бог учит нас доверять Ему. Бог учит нас жить посвященной жизнью. Бог учит нас идти за Ним. Знаете, посмотрели на детей, как мы их воспитываем. Я это видел недавно одну передачу, точнее, один видео такой ролик кто-то снял. Сын сидит с отцом своим, отец в больнице для умоотсталых, ну уже, знаете, старческий маразм. Сидит отец со своим сыном, а сын уже за 30 на лавочке. Он пришел его проведать, и они сидят на лавочке отдыхают. И вдруг воробей начал прыгать вокруг них. И отец спрашивает, сын, сын, что это? Он говорит, посмотрел сына, а сын газету читает, читает, говорит, воробей. И продолжил читать. Проходит 30 секунд, сынок, что это? Он, воробей. Проходит еще 30 секунд, сын, что это? Папа, я тебе сказал, что он воробей, почему ты ко мне пристаешь? Я сказал, воробей. Папа встал и ушел. Сын такой, ну, понял, что он его обидел. Папа возвращается с записанной книжкой, открывает ее, там написано, такого-то числа, сыну было 3 года, такое-то утро. Говорит, мой сын спросил мне сегодня 33 раза, что это? Показывая на воробе. Говорит, я каждый раз, когда отвечал ему, что это воробей, обнимал его и целовал его. Он зачитывает это своему сыну взрослому, которому он 30 с лишним лет. И он говорит, сегодня я хочу спросить тебя, что это? И сын покаялся в тот момент, обнял папу, поцеловал его и уже не стал нервничать на вопрос, что это? У отца случилось что-то с головой, знаете, и он хотел внимания от сына, а сын просто пришел проведать его и с газеткой сидел читал, он говорит, что это? И он хотел этой реакции обнять, поцеловать и сказать, воробей. Аллалуи. Знаете, к чему я все это говорю? Потому что мы обращаемся к Богу, как дети Его. И естественно, что у нас есть процесс воспитания, процесс взаимоотношений. И когда наш ребенок в чем-то учится, мы, конечно же, даем ему шанс и ошибиться. Мы даем ему шанс сделать снова попытку. Мы не говорим, все это бестолково, на второй раз, когда он неправильно ответил. Кто из вас обучал детей каким-то там, например, таблицам умножения или же что-то писать, рисовать? Знаете, мы не нервничаем от того, что не должны нервничать. По идее, любящие родители должны улыбаться, когда ребенок нарисовал каракулю какую-нибудь или неправильно ответил. Вместо того, чтобы бить по голове, говорит, ты бестолковый. Послушайте, мы все были в этом детстве. И детский мозг не так работает, как взрослый. Но в детстве закладывается абсолютно все. Взаимоотношения, чувствование, вера, доверия родителям, любовь к родителям и прочие-прочие эти все аспекты наших взаимоотношений. И, конечно же, в этом процессе мы должны вложить детей уверенность в нас, как в родителей. Должны дать им почувствовать свою любовь, чтобы когда придет время возврата, воздаяния, чтобы мы получили эту же веру и верность по отношению к нам. Аминь. Поэтому наш Отец, наш Отец Небесный хочет, чтобы мы действительно верили Его Слову без вопросов, а может ли Бог это сделать? Я говорю, может. По одной причине, Бог всемогущий. Нет для Него разницы остановить торнадо или исцелить тебя от рака или от другой какой-то болезни. Нет Богу разницы. Вопрос лишь нашего доверия и ожидания, что это произошло уже на небесах. Иисус говорит, я ничего не делаю, пока не увижу Отца Творящего. Нужно лишь наблюдать за нашим Отцом, смотреть, встречаться с Ним, проводить с Ним время. Это тот момент, когда многие упускают и считают, что к Богу нужно приходить только с нуждой, только с проблемой, только с вопросами. А почему бы не провести с Ним хорошее время, просто улыбаясь Ему? Аллилуйя! Наслаждаясь Его присутствием и ничего не требуя, ничего не ожидая. Некоторые люди говорят, я ничего не ожидаю от Бога, а потом списочки записывают. Знаете, пусть это не будет для вас какой-то, ну, я не знаю, бравадой, мне от Бога ничего не надо. Мне надо от Бога. Мне каждую секунду нужна Его помощь. Мне каждую секунду нужна Его вмешательство. Мне нужна Его мудрость. Мне нужна Его терпение. Все, что есть у Него, я хочу, чтобы это было частью моей жизни. Я не могу сказать, что мне от Бога ничего не надо. Но вопрос моего доверия Богу таков, мой Бог всемогущий. Мой Бог сможет, поможет в свое время, в правильное время. Как сказал апостол Павел, вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Как я уже неоднократно говорил, что слово благоприятное не означает приятное. Иногда мы хотим, чтобы благоприятное всегда было приятным, но не всегда благоприятное приятное. Потому что то, что мы иногда теряем, это нам нужно потерять. То, чего мы иногда проходим, как трудности, нам нужно это пройти. Аминь. Потому что для нашего духа и души это благоприятно. Аминь. Вот сегодня наш брат Даниэл говорил, что когда уже кипишь, это, казалось бы, потеря, но это благоприятно. Или же, казалось бы, все, это взрыв, но Бог использует это, чтобы запустить локомотив. Аллелуйя. Сколько раз мы оказывались, я лично оказывался в борьбарении, в каком-то, знаете, может даже где-то как в тупиках, как мне казалось, в определенных таких, ну, не знаю, испытаниях. И знаете, думаешь, боже, ну, как это все можно, ну, пройти, хотелось бы побыстрее все это делать. И чем это все закончится? И знаете, когда происходит надлом внутренний, почему-то после этого увеличивается сила и помазание. Я не знаю. Вот так всегда случается. Там, где ты оказался, как будто бы все, все сейчас уже, ну, как будто разрушится, а оказывается, Бог берет это и делает временем благоприятным. Потому что, когда мне внутри себя я чувствую слабым, а слабы когда мы? Когда давление на нашу жизнь сильнее, чем мы можем снести. Вот тогда мы чувствуем себя слабыми. Когда Петр говорил Иисусу, Господь, даже если все отрекутся от тебя, я никогда не отрекусь. Знаете, это были слова человека, который находился в присутствии Христа, который под помазанием был уверен, что он не отречется от Иисуса. Он был уверен, что он сможет умереть даже за имя Господа. И вдруг Иисус его уводит, он с Иоанном идет в приторию, и там он видит, стоят люди, греются у костра, подошел погреться, и маленькая женщина, которая была ниже Петра, говорит, о, и ты был с Иисусом, с Назарянином. И вдруг у Петра страх, паника. Нет, я не знаю его, отрекаюсь от него, я никогда не был знаком с ним. И трижды отрекается от своего Господа, потому что Иисус сказал, так будет, он знал, что это произойдет. И знаете, это было настолько большим ударом в жизни Петра, что он, написано, ушел оттуда горько, плача. Он реально плакал, сокрушался, что он не мог остаться верным к своему Господу. Он сокрушался, что он согрешил таким образом против него. Он сокрушался, что как это исправить, потому что уже все, Господа увели. Как можно исправить эту ситуацию, если ты уже сделал, а шанса примириться больше нет, шанса как будто бы восстановиться уже нет. Но Господь, милующий, Он пришел после всего, когда уже остыли все эмоции, когда уже все успокоилось, когда уже Петр, знаете, ну, жил уже с этим чувством вины, уже, казалось бы, ну, придется жить с этим осознанием, что я предатель. Вдруг Господь появляется с вопросом, Петя, любишь ли ты меня? Петр не мог поверить своим ушам. Боже, я же упал, я согрешил против тебя, я не достойен вообще. Да я, это хуже всех поступил против тебя. Все молчали хотя бы, а я просто отрекся своими устами. А Господь говорит, ты просто ответь мне на вопрос, любишь ли ты меня? Больше, чем они? Да, Господи, люблю. Второй раз, любишь ли ты меня больше, чем они? Да, Господи. Третий раз. И знаете, Господь дает шанс восстановиться. Но знаете что? Что дало Петру это событие? Он настолько стал дерзновенным проповедником Евангелия, что в конце концов он даже отдал свою жизнь за Иисуса и сказал, его хотели распять как обычного разбойника, а он говорит, я не достоин быть распятым, как мой Господь Иисус. И он попросил распять его вниз головой, что еще хуже, чем, наверное, я не знаю, да и то, и другое страшно, но в любом случае он просто, знаете, настолько сказал, все, я умру за имя Господа, уже не за живого, который на плоти ходил, в плане живой, в плане плоти, а за воскресшего и вознесенного, уже не видя его, он отдал свою жизнь за Христа. При его физическом присутствии Петр не смог отдать свою жизнь за Иисуса. А когда тот был вознесен, он увидел его воскресшим, все, все. Почему я сегодня начал говорить, воскрешение Христа, воскресение Христа это основание для нашей веры сегодня. И если Господь дыханием жизни поднял без жизни на тело своего Сына, то Он точно так же сможет воскресить и наши смертные тела, говорит Писание. И это, знаете, тот финальный момент, когда трубы вострубят, последняя труба вострубит, и мертвые в Христе воскреснут прежде. Это финальная история. Но в нашем промежуточном периоде жизни со Христом нам нужно жить и являть Славу Божию. Слава Божия является именно в том, когда Он открывает небеса, там, где для всех они закрыты. Где Он открывает двери, там, где для всех закрыты. То есть там, где Бог действует в жизни своих детей, все должны увидеть эту разницу. Если Бог накормил свой народ таким количеством мяса в пустыне, дал хлеб на 40 лет, на каждый день Он давал манну в пустыне, то я скажу, у нас это пример. Иисус сказал, ваши отцы ели манну в пустыне и умерли, а тот хлеб, который Я даю вам, таков, что едущий его не умрет вовек. Вот какой сделал Бог хлеб для нас с вами. Хлеб, который нам дан на каждый день, Слово Божье. Я возвращаюсь к этому важному посланию о Слове Божьем, что Бог говорит, хлеб наш насущный, дан на сей день. Бог дает не физический хлеб нам на стол, а Слово Свое на каждый день, чтобы мы жили этим Словом. Послушайте внимательно, послушайте внимательно, дайте мне еще 15 минут времени. Бог говорит, что Я дам своим детям хлеб вовремя. Главное, чтобы ты пришел собрать его. Можете себе представить пустыню шатры и утром все, как один, выходили рано утром на рассвете, выходили собирать манну каждого возле своего шатра. Зачем? Потому что как только всходило солнце, манна таяла, как роса. она просто исчезала. И кто проспал, решили подольше поспать, тот оставался без хлеба. А манна, которую они собирали до рассвета, хватало ровно на один день, чтобы съесть, получить все необходимые микроэлементы, витамины, подкрепления для тела. То есть они были здоровы. Они ели только манну и у них ничего не болело. Они ели только манну, пили воду из скалы и у них все было хорошо. У них тела не тучнели, не худели, все хорошо было. Даже вещи не ветшали, они даже не потели, я так подозреваю. Аллилуйя. Даже стирать особо нечего было. Вопрос в чем? Точно так же Господь сегодня говорит, что человек будет жить всяким словом, исходящим из уст Божьих. Если сегодня утром ты проснулся и не вкусил хлеба с неба, ты не знаешь, что ждет тебя в этот день. Ты не знаешь, какая трудность тебя ждет в этот день. Ты не знаешь, какие, возможно, атаки сатаны будут. Ты не знаешь, какие вопросы тебе на пути станут. А ты и не сможешь даже противостать этому всему, потому что ты не кушал утром хлеб. Ты не ел того хлеба с неба, который подкрепит тебя в течение всего дня. Я хочу, чтобы вы это услышали. Я хочу донести до вашего слуха, братья и сестры, что утренний хлеб не вечером перед сном, как некоторые говорят, я вечерком почитаю Библию. Знаете, мы так устроены, что вечерняя молитва и вечернее чтение Библии часто бывают скомканны и спонтанны. Часто бывает, что мы не успеваем ни помолиться, ни почитать, потому что устали, потому что засуетились, потому что куда-то бегали, ездили, приехали слишком поздно и так далее. Масса причин, когда человек говорит, ну, пообещал Богу каждый день читать Библию, и наступил вечер, когда он там где-то закрутился, лег спать, и вдруг вспоминает, Боже, я же сегодня Библию не почитал. Ну, открывает Библию, Господь прослезился, аминь. Это не есть хлеб с неба. Это не есть чтение Библии. Богу не надо, чтобы мы, знаете, просили у него прощения за непрощенную Библию. Он ее знает наизусть. Он и есть Слово Божье. Знаете, Он и есть Слово Божье. Нам нужно его знать. И знаете, утром Божьи пекари разносят хлеб по домам. Свежий хлеб с неба. И тот, кто утренечком встает, а муж что? Кто рано встает, а муж говорит, кто-то встал, ему кто-то раньше, кто-то раньше меня встал, говорит. В общем, это другая история. Но вопрос, мы открываем Писание, и как будто бы это дверь в пекарню. Свежий хлеб с неба. Представьте, Бог дает хлеб. Ты читаешь и кушаешь его. Боже. Даже если это один стих, но он свежий. Ты понимаешь его по-особенному, по-другому. Ты прочитал одну главу, но какой-то стих открылся для тебя по-особенному. Как ожил. Ты понимаешь, что эта пища подкрепит твоего духовного человека. Это та пища, которая дает тебе сегодня пройти твой земной путь на один день. Ты сможешь его пройти. Бог дал тебе это слово не просто так. Ты его проживешь на основании этого обетования, этого откровения. И для тебя это будет радостью пройти любое поприще с Господом. Аминь. Поэтому чтение Библии это не обязанность. Это же необходимость. Это наша с вами необходимость. То, чем нам нужно жить каждый день. И знаете, если мы делаем из этого какой-то обряд, то, конечно же, или религиозный образ жизни, это не сделает нас счастливыми. Обязанность читать Библию, обязанность молиться, обязанность приходить на собрание, обязанность там встречаться с Богом. Если это обязанность, то мы несчастные люди. А если я в этом нуждаюсь, и я этого хочу, то я бегу, я ищу возможности, я стремлюсь это сделать, я стремлюсь провести время с Богом, почитать Его Слово, получить хлеб с неба, посетить собрание святых, прославить моего Царя, Аллилуйя, поклониться Ему, встретиться с братьями и сестрами, вместе, наполниться дыханием жизни, получить какое-то послание с неба вместе, наполниться помазанием, и пойти дальше, радуясь в Господе. Аллилуйя. Бог всемогущий во всех сферах нашей жизни, и для Него важно, чтобы мы знали Его, не про наслышки, как я сегодня молился и говорил, а от сердца к сердцу. Бог общается с нами на уровне наших личных взаимоотношений. В среду, кто был, вы помните, было послание очень хорошее, Бог говорил о Моисее, который поставил свой шатер в Нистан, и написано, он назвал его Скинией, возможно, даже написал на своем шатре надпись, Скиния. Скиния – это место встречи Бога с человеком. И написано, он туда приходил для встречи с Богом. И написано, все ищущие Бога из Израиля, кто искал Бога, шли в Скинию, к Моисею, и там поклонялись Богу. Там проводились в нем время. И написано, когда Моисей входил в Скинию, для поклонения, для молитвы, для общения, облако, столб облачный перемещался с центра Израиля на Скинию Моисея. Просто перемещался. Представьте, все смотрят и понимают, что какая-то часть Израиля в этот момент становится беззащитной, под солнечной, ну, как сказать, зноем. Реально, люди оказывались под испытанием, потому что Божье присутствие, как столб облачный перемещался туда, где был поклонник. И Господь сказал, я услышал тебя, Моисею, и простираю к тебе благоволение, потому что ты избрал меня для поклонения, для того, что ты сделал для меня что-то такое, чего другие люди не делали. Знаете, эта история меня опять-таки впечатляет в том смысле, что мы ищем больше Божьей помощи, участия, но при этом забываем, что Бог не гуманитарный центр, Бог Отец, и Он ждет своих детей к себе. И поэтому, говоря с Богом и о Боге, мы должны четко осознавать, на каком уровне я говорю, мой Бог всемогущий, на уровне того, что прочитали в Библии, на уровне того, что сказал брат, сестра во Христе, или же я в проповеди услышал, либо на уровне личных переживаний. Мой Бог всемогущий. Мой Бог совершил множество чудес в моей жизни. Мой Бог не оставил меня ни на секундочку, ни на минуточку, не оставляет меня никогда. Он знает меня по имени, Он знает мои нужды, мои переживания, Он все абсолютно знает. И Он настолько любящий, сострадательный, милосердный, что Он просто ожидает от меня лишь просто воззвание. Воззови ко мне, я отвечу тебе, говорит Писание. И когда мы взываем к Богу, это не крик беспомощного ребенка, это молитва, или голос, уверенного в своем отце, сына или дочери. Мы не должны молиться, умоляя Бога дать что-то в ответ, а мы должны прийти и сказать, пап, мне надо, помоги, пожалуйста. Мне нужна твоя сверхъестественная помощь. И я доверяю, что ты поможешь, потому что ты всемогущий. И последнее местописание. Это послание к Ефесянам. Третья глава. Ефесянам 3. Здесь написано. А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Аллалюй. А тому, кто действующий в нас силой, может, скажи со мной, может, сделать несравненно больше того, о чем мы просим или о чем помышляем, тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, из рода в род, из века в век. То есть, Павел пишет, Духом Святым, что Богу, который действующий в нас силой, в нас есть сила, которая действует через нас. Бог, действующий в нас силой, может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или о чем помышляем. Почему так? Да потому, что работа или действия Бога всегда связаны с Его могуществом, с Его способностями, а не с нашими. Мы ограничены в своем теле, в своих способностях и возможностях, а Бог безграничный. И поэтому, если я наполнен Его святым присутствием, я знаю, что Он приходит каждый раз, когда я приглашаю Его, то у меня должна быть уверенность, что Он может сделать несравненно больше, чем я прошу или помышляю. А значит, у меня должно быть безграничное мышление, доверяя Богу. Я не должен ограничивать Его с точки зрения человеческих возможностей. Когда люди говорят, давайте помолимся, Бог может помолиться. Да, я уже молился, да, мне уже ничего не поможет. Стоп! Вот эти ответы, особенно у верующих людей, меня всегда вызывают смущение. Я думаю, людям говорю, Бог может вам помочь. А человек думает. Врачи сказали, что это неизлечимо. Стоп! Врачи, это не Бог. Как мне нравится ответ одного мужа Божьего. К нему пришел, пришел кто-то из его членов семьи, говорит, ты знаешь, врач сказал, что моя болезнь неизлечима. Он, кто сказал? Он говорит, врач. О, слава Богу. В смысле, слава Богу? Но это же не Бог сказал. Знаете, Бог не ставит таких диагнозов без, как неизлечимый диагноз. Но вопрос нашего доверия Богу. Если Господь со мной, а Он со мной, то я могу быть уверенным, что Он позволит мне пройти какие-то испытания, но выйти победителем. Он будет со мной, куда бы я ни пошел. Вспоминайте слова Давида. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. твой жезл и твой посох успокаивают меня. Если пойду, не так, что не дай Бог, я не пойду, а если не пойду, то не пойду. Нет, в жизни всякое бывает. Но знаете, что, даже если там окажусь, если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла. не убоюсь зла, страх парализует нашу веру. А страх приходит от неуверенности в Божьем присутствии нашей жизни. Кого мне взять? Свет, иди сюда. Можно тебя на секундочку поэкспериментирую с тобой? Не сильно. Не-не. Когда мы вдвоем, у меня есть Писание, которое говорит, двое могут прогнать тысячи, или там десятки тысяч, тьму. Один прогонит тысячу, двое тьму. И поэтому, когда мы порознь, я говорю, Господь, Ты дал мне обетование, что я могу прогнать тысячу врагов, тысячу бесов. Могу тысячу, там, проблем решить. Но если мне чувствую, что мне нужна помощь, мне нужно действительно победить больше, чем тысячу, я говорю, Свет, давай согласимся с тобой, помолимся, и мы эту тьму разгоним. Аминь. Вдвоем. Потому что Бог обещал нам это. И я не Богу прошу уже, а с ней вместе, на основании Его обещаний, соглашаемся. Мы беремся за руки и противостоим дьяволам. И вопрос, кто победил тьму, мы или Бог? Мнения разделились. Мы победили тьму своей верой во всемогущего Бога, который с нами, который не забыл о нас, который не оставил нас, потому что мы видим результат этого всего. Потому что, если бы Бог не обещал, я бы даже не мог поверить, что вдвоем мы можем быть сильнее, чем я один. Я же помазан, и зачем мне еще кто-то нужен? Но Библия поставила меня в зависимости от того, чтобы я с кем-то согласился. И самый близкий мой человек, это моя супруга. И поэтому я с ней соглашаюсь в моих вопросах, которые я считаю очень трудными. Где там восстала какая-то война против нас. И мы соглашаемся и получаем результаты. Но вопрос в чем? Бог всемогущий использует этот тандем и исполнение Его слова в нашем лице как платформу для чуда. Понимаете, о чем я говорю? Спасибо. То есть, Бог не действует без нашего участия. Поэтому, когда евреи в пустыне спросили, может ли Бог нам дать хлеб и воду, это звучало так. Ты вообще там есть? Ты вообще подумал, когда нас выводил из рабства? Там у нас хоть фараон у нас заботился и кормил нас. И там были всякие повара. А ты о чем думал, когда выводил? Чем будем здесь питаться? Где мы возьмем хлеб? Где мы возьмем пернатых или там мясо? Где мы возьмем воду? И знаете, это вызвало у Бога гнев. Так вот, друзья мои, я завершаю. Печально смотреть за жизнью верующих людей, которые вместо благословения попадают в поражение по причине неверия своего, по причине таких упреков Богу, по причине вот этого, знаете, вот этой молитвы. А может ли Бог мне помочь? Это было вопросом, который вызвал гнев у Бога и который поразил тучных своих в Израиле своем. Представьте, Он дал так много, они своими глазами это увидели, но это стало для них поражением. Какая-то болезнь пришла через этих пернатых. То есть, я вам скажу, это было не благословением, когда так люди говорят, о, меня так Бог благословил, я в церковь не хожу, не молюсь, не читаю Библию, а у меня так все хорошо. Друзья мои, считай, что это уже сигнал гнева Божьего. Когда ты уже просто получил так много, когда людям говорят, дар в пазуху вызывает гнев. Знаете, вот так бывает, когда человек задает Богу вопрос, а может ли Бог мне помочь? Знаете, давайте не допустим вообще мысли, которые придут нашего Господа в гнев. Потому что столько чудес, сколько Бог уже явил в нашей жизни. Я скажу, это великое основание для того, чтобы не сомневаться, что Он силен, что Он вмешается в наше обстоятельство, Он не пройдет мимо, Он не забыл о тебе и обо мне, Он помнит наши молитвы, которые мы молились 15-20 лет назад. Он знает абсолютно все и время, и случай, когда нам помочь. Аминь. Поэтому дай Богу своему славу, который не оставил тебя и не покинул тебя. Аминь. Давайте поднимемся. А тому, кто действующий нас силой может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви, во Христе Иисусе, из века в век, из рода в род. Аминь. Аллелуйя. Пусть эти стихи звучат в вашем сердце. Это собрание, я хотел бы вот именно это послание закончить именно этим местом Писания, чтобы вы хотя бы это помнили, что ему нужно воздавать славу. Тому, кто действующий в нас силой может сделать несравненно больше. И это будет происходить каждый раз, когда вы будете брать место Писания, которое соответствует вашей ситуации, и будете провозглашать с верой, и говорить, Господь, я верю, ты можешь в этом случае помочь, ты можешь вмешаться, я ожидаю твоей помощи, я немало не сомневаюсь, ты Бог великий, ты не оставил упорных евреев в пустыне без хлеба и без мяса, тем более я сегодня, который принял тебя в свое сердце, который наполнен Святым Духом, который ты знаешь по имени, который ты привел мне в свое царство через веру в твоего сына, тем более ты и сегодня ответишь мне на мою просьбу, молитву и воззвал к тебе я получу ответ. Аминь. Спасибо, Иисус. Мы благодарны тебе за твое послание жизни. Мы благодарны тебе, Господь, за ответы с неба. Спасибо, Господь, что ты не забыл о нас. И сегодня ты говорил о своем всемогуществе. Ты говорил о том, что ты можешь дать столько, сколько нужно, если с избытком. Ты учил нас сегодня, чтобы мы не сомневались, чтобы мы не впадали в ропот, чтобы мы не гневали тебя своими вопросами, а может ли Бог? Господь, ты можешь, и ты никогда не меняешься. И ты никогда не проходишь мимо. Спасибо, Отец мой. И я благоставляю сегодня твой святой народ. Я благоставляю твою церковь. И я провозглашаю, Господь, что мы растем в вере. Мы укрепляемся в наших отношениях с тобой. Мы идем в будущее, не самостоятельно, а вместе с тобой. И мы строим свою духовную жизнь, материальную жизнь, физическую жизнь, семейную жизнь вместе с тобой. Потому что без тебя мы не можем делать ничего. Во имя Иисуса Христа мы нуждаемся в тебе, Господь, каждую секунду нашей жизни. И дабы у тебя вся слава, честь и хвала, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Господу! Аллалюя! Аплодисменты. 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 Продолжение следует...